Вот то, что в 1947 году уже, казалось бы, все вернулись из плена, репатриированы из фронта и так далее. Ну, кто-то ушел и так далее. Вот что это такое война для нас. Поэтому нацизм. И смотрите, я перехожу, вот почему мы такое и потеряли. А приведу еще классический пример, который опять мое открытие. Когда я начал работать, то оказалось, мне понадобится пятерку, имел очень хорошее, у меня два образования. Первый биологический, у меня была великолепная курсовая работа, производство крахмала в листе картофеля. Там у меня такие цифры были. Я все лет работал, там один с гаража, крахмал лист, а другой свободный, контрольный и так далее. Там весы с четвертой точки, сотой миллиграмм и так далее. Вот это мне очень... И анализ. У меня был руководитель, доктор биологической науки. Я приему, очень хорошо мне... Он сразу меня оставлял, говорит, оставайся меня защищаться. А я спортсмен был, я говорю, не, не, я был покатающим, в принципе, собственно говоря. И вот этот математический цикл я, собственно, перевел вот на это. У меня очень много. У меня в любой книге огромное количество таблиц, причем за каждую таблицу это документы, которые их присовывали в эту таблицу. Вот. И что я хотел сказать, что вот такие потери просто колоссальные. И Гитлер еще до войны заявил высокомерно, я имею право уничтожать миллионы людей в нижний раз. Существует немало путей, посредством которых может добиться вымирание нежелательный для нас народ. Понимаете? Я всегда ребятам говорю, да, еврейский холокост был, но я всегда говорю, что вот для нас был геноцид со стороны... Ну, конечно, со стороны немцев я не говорю, а со стороны германского нацизма. Это 100%, геноцид. Я уже приводил такие цифры, причем хочу привести пример. Вот Орел, 3,5 миллиона. Через 2 года освобождения, 2 года под оккупацией, остается 1 миллион, вернее 2 миллиона 300 тысяч. 1 миллион 200 тысяч, как корова языком слезал. Начинаю разбираться. А, ушли в армию, столько-то, дальше, и так далее, и так далее, и так далее. И получается, 600 тысяч, вот просто так, тех, которых я вышлю, которые ушли в армию, но они там погибли. Я говорю, на территории погибли, вот по вине нацизма непосредственно, 600 тысяч из 3,5 тысяч. Каждый четвертый человек, понимаете? И в основном это женщины и дети, плюс пацаны молодые, которые, собственно говоря, взорвались на минус, так далее. Это прямые косвенные потери. И вот, что я привел. Я взял 10 областей России, полностью оккупированных. Вот Тульская область, Орловская полностью оккупирована. Тульская была половина-половина. Но я хотел бы сказать, что Тульская область у меня есть. Я вам покажу эту таблицу. Тульская область, которая имела 2,5 миллиона за 2 месяца. И там написано, всего потери Тульской области, в том числе потери оккупированных территорий Тульской области. Это 400 тысяч Тульская область потеряла из 2 миллиона 400. Понимаете? Вот что такое. Это шестая часть, то же самое. Причем вас так оккупировали всего 2 месяца. И вот я привел, в смысле, динамику и эти, как называются, графики. И чем дольше была оккупация, тем больше потерь. Самые большие потери в Ленинградской и Новгородской области. У них потери доходили до 40%. Орловская область потеряла 34,8%. Вот за 2 года оккупации. Дальше. И все территории, которые Смоленская область, полностью оккупированных территорий Российской Федерации, Украины, Белоруссии, точно 34,5 десятых. Ну, как, бабки, не ходи. Есть у меня таблицы, все написано. И тогда я думаю, господи, а как можно сравнить? Ну, где не спал. Беру 3 среднеазиатские республики, 5. И беру 5 республик, 3 республики Закавказья, и беру 10 областей центра Поволжья и Сибири, которые не было оккупировано. И что вы думаете? Знаете, сколько потери? 13,4. Вы понимаете, что это такое? Там, где не ступало нога немцев, 13,4. Там, где был немец, 38. Отнимаете 38, а 13. 25% прямая вина нацизма. Это контрольный срез. Вы можете меня убить, загнать. Ну, вот эти данные я взял в архив, они подтверждены, и вот тебе результат. Куда же вот эти 25%, которые за 2 года только, понимаете? Я говорю, ребята, каждый третий человек за 2 года оккупации Орловской, Смоленской области, Новгородской, Ленинградской исчез. А если бы 6? Все, нас бы не было. То есть мы были, как немцы, очень четко программа ОСТ, Розенберг и т.д. Проработала. Сначала мы, трудовая масса, их гонят туда, а после постепенное, значит, уничтожение и переформация населения Европы в нашу Россию. Им нужны были земли, но не народы. Они понимали. И вот как раз вторая половина, это как раз то, что я хотел сказать. Это восстание славянских народов. Именно поэтому мы и в том числе могли потерять вот эти 38%. То есть тут действие вызывает противодействие. Немцы, Орлов, порядок жуткий. Это расстреляли немцы, 10 человек, этой деревни будет или вся деревня будет уничтожена, если там один немец. Поэтому тут, собственно, а что делать? Вот такой вот тиски был поставлен на население. Они хотели рвать зубами немцев. И в то же время стояли, что дом сожгут, его убьют, сожгут деревню и т.д. То есть очень психологически. Вообще вот эта война, она каким-то таком анализу не поддается. И вот немало путей, которые добиться вымирания нежелательных для нас народов. Вот какие пути из немалых. Первое, прямое, физическое уничтожение. Вот что и такое. Это непосредственно. Пишу, я работаю в архивах военных, беру акты. 262-й немецкой дивизии. Вот мы в период ее оккупации, Малорхангельского района, подхоронили Немецкое Советское Советское. Они расстреляли 15 человек из них. В колхозе Кулька-Рошавец. Детей. Семья Полякова, 7 человек. В том числе расстреляли дети. 12 лет, 9 лет, 3 месяца. Вы что? В Малорхангельском районе ни одного дерева нет. Это поле. Там партизан нет. Почему их расстреляли? Понимаете, целиком всю семью. И так далее. На территории Залеховщинского района, 262-я дивизия, расстреляло 106 человек. Повесили 8. Погибли от пыток 65 человек. Там тоже от партизанных не было. То есть вот так вот. Мы иногда даже смотрим, что у нас там говорят, вот товарищи, они конфеты мне давали. И мне давали шоколад. Но когда бы сказали, уничтожить дом, они сожгли мой дом. Мать заблаго убежала. Шесть детей убежали туда в какие-то лощины, или как называется, овраги там. Вот и жили там 10 дней с коробой. Поэтому, собственно, второй путь. Это создание зон выжженной земли. Вот зона выжженной земли – ся Тульской области, которая была оккупирована. И наша Орловская область, Юго-Восточная. Это страшная картина. Я прочитал Ахты Чемцкого района. Вот только один Ахты мне дали в музее. Просто нужно было еще кое-какие. Мы иногда историки, что-то такие вот практически, практически вот эти вот нужно давать студентам эти работы, чтобы в архивах они есть, эти документы, чтобы докупаться в каждом районе, что это. И вскрыть Ахты 961 фонда – это Ахты злодеяния. Вот, собственно говоря, там все сразу становится ясно. Я проверил все Ахты злодеяния Парловской области. Несколько тысяч. И выписывал. Потому что не знаю, о чем может быть. Так вот, второй путь создания выжженной земли. Вы даже не представляете, что это такое. Декабрь 1941 года. Начинается Елецкая-Левинская операция. 5 декабря, 6 декабря, самый страшный мороз. Минус 40. Все немецкие документы, они у меня есть, архивы дивизии, журналы «Былик 10», второй армии «Танковый журнал» есть «Былик 10», дневник и второй полевой армии «Вейш». Все начинается, у них все начинается с погоды. А уж потом свои действия, в каждой деревне, что было и так далее, это все у меня есть. И там написано прямо сразу, там 6 декабря, минус 40. На самом деле, я проверил по Елецкой, Задонской метеостанции, в этот день было минус 39. Это самый большой мороз в истории, так сказать, наблюдений, за исключением, может, 79-го года. Когда я пошел по ходу, там я отложил на неделю, 31-й был тоже минус 38, все сады вымыты. Это 79-й год. Вот такое, сейчас, слава богу, нет. Так вот, а потом было, а потом, начиная с 15-го числа, у меня вообще на каждый день Орловской операции, каждый день, это все дни, начиная с октября, кончая по сентябрь, 43-й год, каждый день есть метеосводка. Какая температура, влажность и так далее, и так далее. Так вот, по этой метеосводке, начиная с 15-го, прибавляется декабря 1 градус, 15-го – 15 градусов, 30-го декабря – 30 градусов, 31-31, и потом стояла 2 декабря. Вообще вся зима самая страшная, 41-го года, 42-го года, самая страшная зима. Причем в марте 42-го года еще страшнее, чем в декабре. Там каждый день 25 марта, и мороз 25 с ветром, с страшным светом. У меня есть оперативный журнал. Вот что это такое? Это вымерзание. Немцы потеряли как раз в марте месяце, я смотрел их документы, больше от обморожений, чем от пулевых или боевых действий, от ранения боевых действий. Есть у меня все эти сводки, которые я сделал в немецком архиве. Так вот, что такое второй путь создания зон вышины на земле? Гитлер 19 декабря издает стоп-приказ. Это наш аналогичный приказ издан. 19 декабря Гитлер издал стоп-приказ, 41-го года, не шагу назад, называется так же, как и у нас. Это 227-го в июле месяце. 42-го года, когда под Сталинграду подходили, уже наши войска отходили. Так что в этом приказе написано, пункт 3, территория, из которой наши войска были вынуждены наступать, должна попасть в руки противни, не вводная для использования. Каждый населенный пункт должен быть сожжен и разрушен. Дальше, если не удается разрушить саперным частям, то нужно разрушить авиация. Вот что это такое. И все населенные пункты, особенно около дорог, были все сожжены. Вот я проверил, Поповка, Кондаревка, когда ездишь к вам, все, и мне попадаются акты, что там ни одного дома не было. Почему? Потому что как раз вторая армия Гудериан отходила. Гудериан вообще не судил. Он остался жив. Он не был вот таким, как Модель, где жесточайше выполнял приказы Гитлера, это команда с 9-й армии. Но тем не менее, его команды исполнялись, и когда ему пытались на Нюнберг, он не сдавал такие приказы, они шли во исполнение приказа вот этого Гитлера, поэтому ему тоже ничего не оставалось делать. Поэтому он как-то вот так ушел от ответственности. Но тем не менее, его команды саперные сжигали. И вот участник тех событий я беру в переводе журнал «Боих действий», это полка, где командиром капитан 260, как раз тот, который расстрелил тех детишек, капитан Бернеграф пишет в своих мемуарах. Он оставил мемуар 9 декабря 1941 года. Это третий день елецкой операции. Мы наступаем на пятки. Саперы штабной роты поджигают дома, которые не далось поджечь раньше. После поджога местности отступают. Пехотный батальон передел. И он оглядывается, пишет. Я оглядываюсь, горит небо на юге, на востоке. Это полыхающий запад. Три четверти охвачено огнем. И запад кажется маленькой черной полоской. Вот, собственно говоря, что не оставлял их после себя. Я ходил по ходу. Я был у вас в районе совхоза, диктатура, там пятый, десятый. Я разговариваю с женщинами по этому пути. Они знаете, как спасались? Они спасались только в кучах налозных ям и в пепелище. Понимаете? И в бункер, когда скрывали, уже делать нечего, потому что в то время бункер – это картофельная яма. И они скрывали, поехали. Там была солома, которая еще не была сожжена. Детишек туда прятали, а потом накрывались. У меня воспоминаний огромное количество. Я наставил студентов. Вот вторая часть этой книги, которую я вам показывал. Там вторая часть, она называется «Свидетельство». Я специально собрал студентов, там еще кто где собрал. Причем пишу, говорю, что фамилии, имущество, сердце, бед, кто там, кто собрал. Это уже является документом, это уже воспоминание. И вот Мария Яковлевна Тетерина пишет, 29 декабря, 30 градусов мороза, 41 года, примерно 4 часа вечера. Верхние ущелья, дилерина, верхние ущелья. Это, знаете, где напротив вашего Шлыкова, Арсеневского района. И погнали, нас выгнали из нашей деревни, погнали на Орел. Нас было 300 человек. Мы отстали. В мороз день был под 40, она, конечно, появилась. Но на самом деле, свет может так. Для многих эта ночь стала последней. Моей сестры был новорожденный ребенок, специально Руслан. И так далее, и тому подобное. Ну, по Чернскому району я могу привести тоже авты. Кстати говоря, вот все, почему еще исчезли тургеневские места, связанные в записках охотников, они все абсолютно были сожжены, когда немцы отступали. И там как раз еще вдобавок линии фронта была, и поэтому они подверглись самым жесточающим. Ну, собственно говоря, в Черни была конюшня, в которой был народ, и военнопленные согнали немцы. И они подожди, когда отступали, вот как раз наши войска 61-й армии, выдавили 2-ю там в армию Гудериана, и они подожди. И только Семировым удалось выбраться из пожарищей этой конюшни. Причем они поставили еще пулеметчиков, которые расстреливают, те, которые спасались. Вот, 96 человек заварили в ту ночь. Вот что это такое. Только семерых осталось. Это вот по-чернски один авт. Ну, особое место, хочу сказать, вот в ряду занимает город Сталинград и Ленинград. Я внимательно просмотрел, причем вот в этом архиве российском, там Сталинград специально, статистика заместителем статуправления Старовского был назначен. И он вел статистику, и все документы ежемесячные по Сталинграду там есть. Они сохранены. Вот, начиная с июня месяца и кончая там, 47-м годом, каждый месяц отчисленность Ленинграда. И что вы думаете, это страшные документы. Хочу сказать, что я не буду детально рассматривать, это целая голова. Хочу сказать, что опять фальсификация. Мы говорим 700 тысяч. При всех самых раскладах у меня получается 1 миллион 200 тысяч Сталинграда. И опять я хочу сказать, кто виноват в ленинградской и сталинградской трагедии. Его величество, Иосиф Иосифович Сталин, которому собирается даже наш парняк, собирается памятник ставить. Я бы ему поставил по колено в крови. Почему? Объясняю. Ленинград. Кстати, очень много мог вообще попов, командующий Брянским фронтом, который освобождал Орел. Он был командующий Ленинградским фронтом. Он два месяца на луке держал рубеж обороны. Два месяца. Можно за два месяца, июль, август, женщин и детей, которые были в Ленинграде, эвакуировать. Ничего подобного. Все 150 тысяч детей, которые были вокруг, свезли в Ленинград. 10 сентября замкнули Ленинградское кольцо, сожлись Бадаевский класс. Что вы думаете, туда посылается Жуков? Он сейчас где-нибудь появился, а у него задача была, я взял директиву, прорвать кольцо обороны. Ничего подобного, ничего этого не произошло. Здесь направление наше вот это появилось, Октябрьское, Московское направление, где немец стал ближе, его оттуда перебросить сюда. Здесь он, конечно, задержал с помощью моряков, с помощью сибирских дивизий. Использовал с помощью правильной и правильной железной дисциплины. Здесь я с ним абсолютно по-другому тут нельзя было делать. Но вот тем Иждановым, Ее Величество, который командовал комитетом обороны Ленинграда, что ты, дядя, с такой рожей делал так? Понимаете, чего ты не мог этого эвакуировать детей и женщин? Абсолютно точно такая же Сталинград. Вообще, в Сталинграде страшная трагедия. Трагедия, которая две хиросимы за один день получила в семье. 23 августа у меня есть документ Сталин, посылает документ Еременко, говорит, вы так же сдали Сталинград, как и Орел. Этот документ, я его цитирую. Понимаете, Еременко, Сталинград был сдан 23 августа. 440 километров только остались заводы, баррикады всех, которых за рабочие взяли, рабочие взяли, и женщины-зенитчики отстояли. И потом началась битва за Сталинград именно с этих заводов. Они превратились в руизни, они практически уже не стали давать, но тем не менее зацепились за них. А весь город по Волге был взят. И немцы пили, конечно, не покажут, но кое-где немецкие хроники есть, как они в своих кастинге пили в Волге воду нашу. Так вот, я хочу сказать, скот полтора миллиона переправили НАТО, взорвали за скотом мосты все, а народ не переправили. Опять женщин и детей Сталинград переправили. Начинается первая ковровая бомбардировка в России и вообще, наверное, в мире. В этот день, 23 августа, совершено три налета, в которых общий слой уже более тысяч самолетов. Бомбардировка идет в сочетании фугасные с зажигательными бомбами. Причем там написано, две трети Сталинграда, вот левого, там в центре только каменные здания, вот вокзал, где это мельница и так далее, там небольшой. А две трети Сталинграда, он же 70 километров был, он был деревянный. И он начал пылать, когда сбросили вот этот первый накат, второй накат, все. Это ад был, по воспоминаниям я не могу даже вот здесь, собственно говоря. И если мы говорим, Ленинград потерял 1 миллион 200 тысяч за все время существования, то есть за эти три дня Сталинград потерял где-то в районе сразу 150-200 тысяч. Это за эти три дня, я повторяю, 110 тысяч вроде Хиросимы за все время. Это суммарные Хиросимы и Нагасаки. Цифра только за три дня. Почему? Потому что 23-й, 1-й, 2-й, 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 3-й, 2-й, 3-й, 3-й, 2-й, 3-й, 3-й. Это сплошной нам. Все, после этого город руин и сожжем все. Горели как в воду. И что вы думаете? Вот перед 23-й августа, только я поучтенному даму, было 500 тысяч человек. Смотрите, что документ Герун, НКВД. Есть такая книжка, называется, по Сталинграду, НКВД. При освобождении Сталинграда в нем было всего 7850 человек, из них 994 ребенка. Это левая часть Сталинграда. Сравните 500 тысяч, это за все время потери. Понимаете? Причем хочу сказать, что в Сталинграде мужиков всех к этому времени, 23 августа, были призваны в армию. 42-й год прошел. Практически все. Только те, которые имели брон. А это в основном женщины и дети, которые поселяли этот город. Плюс 150 тысяч из Сталинграда было ее кормом. 50 тысяч детей было туда эвакуировано. Понимаете? И все они оказались в этом огне. Вот что, я изучу, потому что у нас скот дороже людей. Ценился тогда. Мы не будем рассказывать о репрессиях. Чего не посмотришь по кино, как он нибудь там балерином репрессированный, репрессированный, все репрессированные, а Куджару репрессированный. Ну кого не возьмешь, все репрессированные. И наш Вознесенский даже репрессированный. Я вот только за него не могу Сталину простить. Так что вот такие вот. Ну и третий путь это вот сожгли города наши, сожгли деревни. А третий путь это угон населения в рабство. Это один из самых такой по демографическим потерь самодейственных, что ли, самых ужасных. Вы знаете, по последним подсчетам 10 миллионов было на немецкое рабство, из которых потом вернулось вместе с пленными. А пленных было 5,5 официально. И вернулось около 2,5 миллиона. Вот 2,5 миллиона. А вернулось всего оттуда официально дамы репатриированных. В 1946 году, 1 января, 30 декабря 1946 года, вернулось из Германии 5,5 миллионов человек. 5,5 или по 3 миллионов. В основном женщин. Я нашел документ, когда из Орловской области в несколько районов всех мужчин были организованы через биржу труда. И по стихийным. Так по сельсоветам. Женщины возвращались, мужчины никто не возвращался. Их просто не выпускали оттуда. Почему? Потому что это стратегический материал. Это Красная Армия. Вот что это такое. Вот у меня есть Советский сельсовет, Мало-Архангский район. 40 мужчин угнанных в Германию. В 1946 году вернулось всего двое. Каменском сельсовете 24 мужчины вернулось и один. Гнилоплотском из 20 мужчин вернулось 6. Женщины практически 75% возвращаются из германии. Вот что это такое. Это вот демографические потери. Итак. А. Расстрелы. Б. Зоновые жизни и голодания. Голодовка. И В. Это вот угон Германии и возврат. Самое страшное. Еще так наслоилось, что 1946 год это страшная голодовка. И опять вот эти вот люди, которые жили землянкой. У меня есть экономические потери, посчитанные. В городах 75% жилого фонда обучительного было уничтожено. В городах на оккупированной территории. Каждый второй дом на оккупированной территории России, которая попала Россия, Украина, Белоруссия, и Балтики меньше, и Молдавии меньше. Каждый второй дом сожжен был. И все эти люди жили в землянке. У меня деревня вся была в землянке. Я жил до 1953 года в землянке. Вот что это такое, собственно говоря. Ну и хочу сказать, подвести итог. Вы знаете, страшные последствия демографические. Мы их никогда не вернем. Мы пошли уже на минус. Да, потом, в 1959 году, мы только-только достигли России, было 113 миллионов. 1941 год, 113 миллионов. Перепись 1959 года, 115 миллионов. Вы понимаете, только-только в 1959 году Россия восстановила свой демократический потенциал. Украина, один к одному, 40 миллионов было, до 2040 установила. Белоруссия была 10,2, 8,5 и в 1959 году Белоруссия. Никогда не восстановила, и сейчас на минус. Вот что уходит демография. А экономика, я вам сказал, мы, вот я говорю, как не стыдно вот ездить, они на самолетах летают, в наше правительство. Особенно вот посажем. Я всегда выступал. Ребята, что вы делаете на трибуне областного совета, как почетных гражданин? Я говорю, ну, нам нужны преференции, зоны, где не должны брать ни налоги, ничего. Мы попали в зону Акпаса. И я ему подтверждаю пример. Моя жена, вернее, моя сестра, родная, живет на месте сожженного дома. Построили мы дом все вместе. Ну, мы там пять братьев разбежались, а нас осталось. Она живет 40 лет, право-говоротно, на заводе. Она живет беднее, чем моя мать. В этом доме у моей матери была корова, телка, это 12 овец, две свиньи одна, причем свиноматка, там кур не считаны. У сестры один иконостас, и один топчат. 40 лет проработал. Это последствия. Понимаете? Последствия. И не до следствия людей государственного наше управление, я прямо открыто говорю, к людям труда, которые пережили, детям войны, да и вообще. Это тоже самое, что почти слина, я вам говорил. Вот что это такое. Ну, а теперь вторую часть, я вас утомил. Вторую часть, это сопротивление славянских народных в зоне оккупации. По первой части, можно вопрос задать? Что в Орле была тюрьма Орловский Централ. Да. И что при вступлении, переступлении немцев, инководорщики расстреляли всех политзаключенных там. А Орел взяли сходу, не могли организовать оборону, даже вот там в трамваи ходили. И все правильно, отвечаю. А, все правильно. Это опять по власти. Да, они успели самое главное расстрелять, в том числе из Перидоново, в Орловском Централе около 70 человек, которые выездили в Дельский лес, приезжать в Орел, справа со стороны памятник есть, но без фамилии. А фамилии есть в архиве. Это расстреляли. Хочу еще сказать, почему. Вы знаете, все города, все города в 1941 году брали без боя. Немцы. Честно говоря. Оставался только Севастополь, Одесса сопротивлялась, потому что это морские, ну и несколько городов может привезти. Все остальные захватывали без боя. Почему? Котлы, а дальше зона свободная. Точно так же произошло с Орлов. Извините, гражданское население вообще нет. Вот потери граждан. Я против партизанщины, я против подплощи. Потому что это страшные цифры потерь. Понимаете? Войну должна вести армия профессиональная. И вот она как раз в Брянском фронте командующая Рюменко оказалась неуделом. Вообще вся наша стратегия ведения войны до 1943 года была гражданской, стратегия гражданской. Один солдат на один метр. Немцы концентрировали ударные кулаки, охват, паника, перехват всех коммуникаций, узлов связи, узлов дорог и все. Выходишь, тебе расстреливаются. Ранее поздно ты вылечишь на дорогу. Вот так я очень внимательно с Вяземским котлом знаком и с Брянским котлом. И поэтому, собственно говоря, мы-то еще собственно можем привести пример, что Орелос более-менее сопротивлялся. У нас была высажена дивизия успели высадить корпусы воздушных десантов. И мы где-то три дня бились за аэродром. Но немцы хитрые. Они ушли влево. Они за аэродром оставили удар на свою мотоцикл группу. Они связали вот этих вот десантников по рукам и ногам боем. Основная 35-я разведрота 4-й танковой дивизии, 35-й танковый полк разведрота и боевого хранения. Она побежала мигом параллельно трамваям лететь и захватывать мосты. Мосты были подготовлены к взрыву. Но ни один мост от Севска вот по УДНКВД от Севска и до Черни ни один мост не был взорван. Когда немцы отступали, все взорвали мосты. Успели. Вот, собственно говоря, там, где нужно, их нету. Там, где не нужно, там расстрелять этих товарищей, которые, может быть, отпустили, они бы воевали с немцами ой-ой-ой-ка хорошо. Так что, в этом отношении мы еще оборонялись. Кроме этого, у меня есть журнал боевых действий, четвертый танк у дивизии, которая шла первая и взяла, в смысле, и вошла в арену. Они трижды останавливались и они были локальными боями связаны. Это в районе в районе Банкин-Непрец, затем Наке в населенном пункте и вот на аэродром. Так что, такие вот локальные бои были. Ну что ты делаешь? Идут три дивизии. Две дивизии, самые прославленные. Третий модуль, четвертый Рейхенберга и 29-й дивизии моторизован. Идут на аэродром. В поисках нет. Один полк, и то там даже не полка, несколько батарей. Ну что ты будешь делать? Они погибли там в этих боях. Поэтому в этом отношении молодцы тулики. Мы чуть-чуть вот задержали на 20 дней между Орловым и Ценском вот этот вот корпус. Шестая дивизия танковая, четвертая танковая бригада Катукова задержали. В это время что-то 50-е почти вырвалось из котла, но там только командный состав. И она начала в район Белева начала обрастать мясом и выходить на тульские рубежи. Собственно, ну я хочу сказать, извините, я хочу сказать, что вот до 23-го числа немцы не наступали на Тулу. Почему? И потеряли момент. Не из-за того, что мы там держали, Катуков держал первый корпус, а из-за того, что они были целиком, четвертая танковая, вернее, вторая танковая армия Кудряна была связана по рукам и ногам. Вот только три эти дивизии. Остальные держали котел в Брянске. И они уничтожали. 220 тысяч они уничтожили и взяли в плен 205 из Брянского три армии. Это третья, тринадцатая, пятидесятая. Вот результаты Брянского котла. Но они не держали. И только после того, как в Дедах 25-26 они уничтожили последних там сопротивляющихся дивизий, которые выходили из окружения, это локальные бои шли в Брянских лесах, это по реке Десна, между Десной и вот такой. Шли бои и только выслуги дивизии они уже подошли. Но самое главное, самое главное, что они подошли, танковая промышленность не успевала за потерями, потому что вторая танковая подошла практически без танковых. Объясняю, в книжках у нас написано, особенно в немцах, там наступали, там четыре танков в Гудря наступало. У них в дивизиях было уже к этому времени варну, сорок девять танков варну. Продолжение следует...